В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Без света и дорог. Именно эти две проблемы стали главными на встрече чиновников Суздальского района со старостами деревень. В ряде населенных пунктов уличное освещение отсутствует частично. В некоторых его вообще нет. Люди ходят с фонариками. Есть и такие деревни, до которых не добраться. Доехать туда не могут ни скорая, ни пожарная, ни, казалось бы, везде проходящие уазики. Как власть имущие намерены решать вопросы отсутствия дорог и света? Расскажем далее. Самые обделенные жители деревень – выселки Катраиха и Доржева. У них ни света, ни дорог. В сезон дождей люди вынуждены запасаться едой, лекарствами и терпением. А самый ходовой товар – это резиновые сапоги. По размокшему полю до населенных пунктов нужно идти два с половиной километра. Есть, конечно, путь и покороче, но он не менее грязный. К тому же топать придется через лес. Преодолевая страх и расстояние, люди живут уже шесть лет. Не знаем, когда что будет и будет ли вообще. Хотя по карте, по карте, в Владимирской области она и есть эта дорога. Вот, а никаких сдвигов нет вообще. Даже уазик не проходит, садятся. Вот, там распутся вообще, там, ну, беда. О большой беде жители этих деревень районные власти знают, но разводят руками. Строительство дороги обойдется в 150 миллионов рублей, а бюджет всего района – 880 миллионов. Половина уходит на содержание школьных и дошкольных учреждений, поясняют чиновники. Но отсутствие денег далеко не главная причина. Вот этот участок, где должна пройти дорога, попал в зону отчуждения аэропорта Добрынского. И пока не будет решена судьба аэропорта Добрынского, никаких работ нам совершать там не дадут. Нет в выселках и уличного освещения. Впрочем, эта беда коснулась не только этой деревни. Во многих населенных пунктах района оно либо отсутствует полностью, либо частично. Причем живут в потемках люди месяцами. Освещения нет где-то полгода, но летом-то мы не обращали внимания, потому что светло. А сейчас вот очень темно ходить. В лужи попадают дети, и ноги там ломают. Когда снег-то ищет, светло. А сейчас вообще плохо. Света нет из-за долгов. Причем должны не жители, а муниципальные образования. Сумма немаленькая – 10 миллионов рублей. Тем не менее, переговоры с поставщиками электричества районные власти ведут. Хотя это и не их полномочия, пояснил глава. Часть уже задолженности погашена. И я думаю, что до Нового года эту проблему мы постараемся решить. Надеемся, что раз и навсегда. В ближайшее время должны осветить и федеральную трассу М7, заверили чиновники. Через пару месяцев она должна засверкать. В освещение вложат 47 миллионов рублей. Работы уже начались подрядной организацией. Будет освещение по всему Боголюбову двухстороннее, современное. Плюс оборудованы будут дополнительные пешеходные переходы и доли мешков. Ну, по контракту у них февраль месяц. Реально может затянуться связанное с археологией. Насколько обещанным воплотиться в жизнь, будет понятно к Новому году. И если у жителей большинства деревень и есть шанс поводить хороводы возле елок с горящими лампочками, то вот отрезанным от мира селянам из выселок Катраихи и Доржева так и придется топать через размокшее поле к огням большого города. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал. Подвела итоги и обозначила планы на будущее. Губернатор Светлана Орлова провела последнюю в этом году пресс-конференцию. По мнению главы региона, 2015-й выдался непростым. Тем не менее, сделано многое. О фактах и слухах уходящего года расскажет Алексей Соков. На подведение итогов Светлана Орлова собрала почти всю администрацию и заставляла отчитываться вместе с собой каждого. А есть за что? Главная цифра – темп роста экономики региона. Он составил 2,2%. Тут же губернатор высказалась и о принятом недавно бюджете, а заодно и о заявлении депутата Госдумы Виталия Золочевского, который с высокой трибуны заявил о том, что якобы долг региона будет расти. У нас кредитов коммерческих банков нет. Это тем деятелям, которые бегут на выборы, начинают рассказывать сказки. Значит, у нас коммерческих кредитов нет. 810 миллионов мы сейчас с вами погасили. И остается миллиард 300, мы его гасим. В целом год губернатор назвала непростым. Проблем было много. Одна из них – транспортная во Владимире. Глава региона хоть и была в отпуске во время пикетов и митингов в поддержку экс-монополиста Автандила Беганова, но о том, как и за чей счет это было организовано, знает. Правда, с прессой не поделилась. И, конечно, сложившаяся ситуация на рынке, если там Беганов был на этом рынке, ну и пусть будет конкуренция, пусть они в конкуренции лучше показывают, да. И итогом как бы получилось, что будет 18 рублей стоить этот билет, не будет как бы повышения. Там остались и другие перевозчики, более там мелкие, и ничего страшного в этом не вижу. Постаралась губернатор развеять и слухи, которые активно, по ее мнению, в этом году распускались. Информацию о якобы запрете на продажу алкоголя на все новогодние праздники назвала рыночным ходом. Специально якобы ажиотаж создали бизнесмены в сфере алкобизнеса, чтобы навариться. Знает губернатор и предновогодний слух о елке у Белого дома. Говорят, старую, большую к себе на дачу увезла, а новую маленькую поставила за бюджетные деньги. Сама елкой Орлова, как говорит, не занималась, а поручила это другой женщине. По старой елке, ну, уважаемые коллеги, она простояла более 10 лет. Поэтому она у нас уже была аварийной в прошлом году. Мы там немножко ее подлатали. В этом году мы не стали рисковать, потому что это уже опасно. И елку мы списали по автору. То, что касается новой елки, мы ее не покупали, потому что это дорого. Мы взяли ее на два месяца в аренду. Прогнозов на следующий год губернатор делать не стала. Сказала лишь, что если в уходящем 2015-м в основном занималась экономика региона, то в следующем упор сделает на кадры, а конкретно на образование. В ЛГУ будут перекраивать. А вообще наступающий год глава региона хотела бы видеть таким. Ну, если вы хотите, что я сейчас скажу, что все будет супер, не скажу. Будут проблемы. Но мы будем с ними справляться вместе с вами. Алексей Соков, Артем Горчаков, 6 канал. Экономика развивается. Указы президента выполняются. А уровень безработицы один из самых низких по стране. В мэрии подвели итоги уходящего года. Городские власти рассказали, как в областном центре обстоят дела со строительством жилья, социальной поддержкой населения и ремонтом дорог. Кроме того, заявили, что в областном центре решена проблема работы общественного транспорта. А ремонт моста на Октябрьском проспекте может закончиться раньше намеченного срока. Обо всем подробнее Оксана Любимова. Подводя итоги уходящего года, в мэрии говорят, несмотря на кризис, городу удалось добиться неплохих экономических показателей. Рост промышленного производства почти 14%. Объем отгруженных с владимирских предприятий продукции 77 миллиардов рублей. Уровень безработицы меньше 1%. А средняя зарплата в областном центре в 2015 году 28 686 рублей. Городские власти не отрицают. Покупательская способность населения, конечно, снизилась. Однако, чтобы поддержать людей в непростых условиях, во Владимире организовали больше десятка ярмарок и открыли несколько социальных отделов на центральном рынке. Мы сейчас пытаемся это внедрить на все рынки города Владимир. Достаточно много создано таких мест, и социальных парикмахерских, и гостиницы дешевые. В этом году город задает рекордное количество жилья – 237 тысяч квадратных метров. На ремонт владимирских дорог потратили 120 миллионов рублей. В следующем году объемы планируют сохранить, и при этом больше внимания уделить придомовым территориям. По словам Андрея Шохина, не исключено, что ремонт моста на Октябрьском проспекте закончится раньше, чем планировали. Работы уже идут с опережением графика. Коснулись на итоговой пресс-конференции и работы общественного транспорта. В мэрии заверяют, конфликт между перевозчиками исчерпан, и ни о какой монополии на этом рынке речи быть не может. На сегодня у нас компания АДМ имеет 29% рынка, Бига Автотранс – 30% рынка, ПАТИС – 11% рынка. Глава города Ольга Деева рассказала, что новый состав горсовета активно включился в работу. Завтра депутатам предстоит принять главный финансовый документ, и в бюджете 2016-го будут деньги на бесплатные завтраки в школах. А вот решить вопрос аренды льда в ПАТИСе для муниципальных секций пока не удалось. Пока на сегодняшний день это прежние цифры, но мы надеемся, что все-таки нам удастся депутатским корпусом переломить эту ситуацию и с руководством ПАТИСа договориться о каком-то снижении этой стоимости. На 2016-й год предусмотрено финансирование для обеспечения учащихся начальных классов, первых и четвертых классов начальной школы для бесплатного питания полностью. Одним из самых значимых событий уходящего года городские власти считают достойное празднование 70-летия Победы и заявляют о готовности оперативно реагировать на проблемы ветеранов. Помощь была очень большая. Ни один ветеран не остался без занимания. И эту работу мы будем продолжать совместно с Ольгой Александровной, со всеми администрацией, депутатами и в последующие годы. То есть мы на этом не останавливаемся. Все обращения, которые приходят к нам, мы очень тщательно отрабатываем и все возможное для наших ветеранов делаем. Неважно, попали они под федеральную льготу, не попали. Не попали, значит, мы берем это на себя. В конце пресс-конференции руководители города пригласили владимирцев на открытие рождественской ярмарки 25 декабря. Еще одной хорошей новостью стало сообщение Андрея Шохина о том, что в новогоднюю ночь во Владимире все-таки будет работать общественный транспорт. 14 троллейбусов и 21 автобус будут бесплатно возить горожан с половины первого ночи до половины пятого утра. Оксана Любимова, Евгений Токарев, Шестой канал. Встретили гостей из Москвы. Во Владимир с официальным визитом прибыли высокие гости во главе с заместителем министра промышленности и торговли. Виктор Евтухов приехал в наш город для подписания важного документа Кодекса добросовестных практик. Он поможет наладить отношения между производителями владимирских товаров и торговыми сетями. Выигрыши окажутся и покупатели. Подробности в материале Валерия Исаенко. Первым делом гости из столицы отправились на Владимирское производство. Чиновникам показали то, чем особенно гордится наш город. Это, конечно, фирменной хлебной продукцией. Заместитель министра промышленности в области не впервые. С Владимирскими заводами уже знаком. Но эта экскурсия приятно удивила. Всегда с большим удовольствием сюда приезжаем по разным вопросам. И по развитию легкой промышленности, и по развитию торговли. Мы сегодня успели достаточно плотно познакомиться с хлебокомбинатом. Это одно из главных, я так понимаю, градообразующих предприятий. Современное оборудование, современное производство, высококачественные продукты. В цехах чиновники оказались не случайны. Ведь документ, который был подписан чуть позже, положительно скажется именно и на этом производстве. Это заметили и на круглом столе, который прошел на предприятии после экскурсии. Кодекс добросовестных практик разработан два года назад. Регулирует взаимоотношения между торговыми сетями и производителями-поставщиками. Теперь для решения любых сложных проблем стороны смогут обратиться в специальную комиссию. Поставщики и ритейлеры данного региона получают возможность взаимодействовать с комиссией по соблюдению кодекса, обращаться в межротвослевой экспертный совет, решать внутренние вопросы в соответствии с кодексом добросовестных практик и ориентироваться на данный кодекс, как на основной документ своего ежедневного взаимодействия. По такому кодексу работают уже 15 регионов России. Там, уверяют эксперты, документ уже помог наладить отношения производителей и торговых сетей. И те, и другие стали ответственнее относиться к своим обязанностям. А это сказывается и на покупателях. Ведь теперь за то, что они съедят что-то не то, можно не переживать. Кодекс добросовестных практик направлен на улучшение качества, на улучшение свежести продукции, на улучшение взаимоотношения между производителем и потребителем. Естественно, это и графики поставок. Я хочу сказать, что от этого должен выиграть потребитель. А это самое главное. Валерия Саенко, Артём Горчаков, Шестой канал. Чёртово колесо не запустилось. Сегодня должен был состояться пробный запуск нового аттракциона. Причём представителям СМИ даже обещали, что они сделают круг на колесе обозрения. Наша съёмочная группа пробыла в кабинке около часа. Но прокатиться так и не удалось. Аттракцион не запустился. Хотя представитель компании-изготовителя уверял, что это колесо обозрения безупречнее даже самого большого в стране, что находится на ВВЦ. Но после инцидента всё же признал, что некоторые трудности на старте всё же бывают. Главная причина заминки – переключение аттракциона от резервного генератора к основному источнику питания. Пусконаладочная работа. Несколько бригад работают. Поэтому неполадки такие мелкие. Возможно, скажем так, и временно. Потому что вот сейчас, ну, сегодня колесо встанет на обкатку на всю ночь. Вот, и, соответственно, будет крутиться. То есть там уже сейчас все вопросы решили, вот, которые были. Ну, вот, то есть это именно такие мелкие огрехи, связанные с пусконаладкой. И всё же официальное открытие колеса обозрения пока не перенесли. Оно по-прежнему должно состояться в субботу, в час дня. Рабочие гарантируют, что доводку аттракциона закончат в срок и запустят его без проблем. Кроме того, площадку вокруг колеса обозрения после большегрузной техники приведут в порядок. А полным благоустройством ответственная за аттракцион компания займётся весной. За его работой будет следить персонал в количестве двух десятков человек. Помогать контролировать безопасность аттракциона будут камеры видеонаблюдения и датчики движения. Один круг на чёртовом колесе занимает 12 минут, а цена за билет будет около 200 рублей. Производитель уверяет, с верхней точки колеса обозрения можно будет увидеть 70% Владимира. Высота колеса 50 метров и оно одно из самых высоких в России. Наградили лучших спортсменов. В десятку попали чемпион европейских игр гимнаст Николай Куксенков и член сборной России по боксу Саддам Магомедов. Отметили и заслуги биатлониста Алексея Слепова. Он недавно вернулся из Словении, где завершился этап Кубка мира. Одним из первых с именитым биатлонистом пообщался Никит Королёв. Отметили лучших спортсменов этого года. В топ-10 по Владимиру попали в основном мастера спорта. В списке лучших гимнаст Николай Куксенков, легкотлет Калёна Лысенко, член сборной России по боксу Саддам Магомедов. Всего пять мастеров международного класса. Свою награду в этом году получил и защитник футбольного клуба «Торпеда» Илья Зинин. И уже в четвертый раз в десятке лучших биатлонист Алексей Слепов. Он недавно вернулся из Словении с этапка в Кубка мира. В спринте на 10 километров проиграл лишь 0,2 секунды своему товарищу по команде Евгению Гораничеву. И занял четвертое место. Помогла ему в этом идеальная стрельба. 16-й результат, 21 секунда отставания. Алексей, стрельба на стойке. Вот это слепо! Вайдалеха! Тренеры, самое главное, наверное, подмечают то, что у меня более-менее стала стабилизироваться стрельба. А если это дальше хорошо пойдет, то, я думаю, к чемпионату мира все будет хорошо. И вот у них, наверное, есть какая-то надежда, и поэтому они мне постоянно подбадривают. Четвертое место в спринте пока что лучший результат в карьере Слепова на мировых первенствах. А в начале года Алексей трижды взял золото на чемпионате Европы в Эстонии. Главный физкультурник Владимира отмечает, для воспитания именитых лыжников база в городе есть. Уже сейчас в школе имени прокуророва занимаются около 500 спортсменов. Тренируются они даже без снега на роликах. Сейчас уже выделены деньги на окраине Владимиров, в Суздальском районе, в районе населенного пункта Масловка, где будет начало проектирования лыжеролерной трассы. Это очень нужно для нас. И, в общем-то, я думаю, что после этого уже будут появляться новые Слеповые. В биатлоне Слепов всего четвертый год. До этого были лыжные гонки. Технику бега Алексею больше десяти лет помогал оттачивать его тренер. Олег Канточкин в прямом эфире Кубок мира, признается, не смотрел. Весть о том, что его подопечный лишь в двух шагах от легенды биатлона у Лейнера Берн Далина взорвала телефон. Вся страна звонила, поздравляла. Ну и вообще так было радостно. Конечно, я пришел домой, включил запись, посмотрел и удивился его вот этой современной суперстрельбой. Накануне он отправится с национальной сборной в Австрию на сборы, а оттуда в Германию на следующий этап Кубка мира. Гулять и радоваться, признается спортсмен, пока рано. Ведь впереди его первый мировой чемпионат. Никита Королев, Артем Горчаков, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Спасибо, что провели это время с нами и оставайтесь на Реншистовом канале.